Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! Сегодня, продолжая сезон заготовок, консервирую помидоры в собственном соку. Такая заготовка очень универсальна. Заливку можно использовать вместо соуса к любым блюдам, а также добавлять вместо томата в зажарку для борща. Ну а помидоры вкусны сами по себе и являются отличной закуской. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Для томата можно использовать помидоры с трещинами или подмятые. Разумеется, все эти места нужно тщательно вырезать. Главное, чтобы на них не было плесени и гнили. А помидоры, которые останутся целиком, нужны в идеальном состоянии, как для засолки. Подойдут и сливовидные формы и обычные круглые. Главное, чтобы они были не крупными. В обоих случаях помидоры тщательно моются. Обрезав все ненужное у помидоров для томата, отправляю их в чашу блендера и измельчаю. Также их можно пропустить через мясорубку. Выливаю в кастрюлю, ставлю на огонь и довожу до кипения. Помешивая, кипячу на умеренном огне минут 15-20. Пену не убираю, она все равно потом сама исчезнет. В чистые банки кладу по одному небольшому лавровому листику. Раскладываю помидоры, плотно не утрамбовываю. Отмечу, что я использую полуторалитровые баночки, а вес помидоров для каждой банки будет примерным, так как это зависит от формы помидоров и от их размера. Заливаю помидоры кипятком, накрываю крышками и даю постоять 20 минут. Друзья, ссылку на другие домашние заготовки вы сейчас видите в правом верхнем углу. Далее для каждой баночки я беру молотую гвоздику на кончике ложки. Половину чайной ложки молотого черного перца. Душистый молотый перец одну треть ложки. Положенное время кипения томата прошло. Высыпаю в него каменную соль. Напомню, что я делаю 3 полуторалитровые баночки. Сахар, специи и уксус. Размешиваю, дождусь повторного закипания и поварю еще 5 минут. При помощи специальной крышки сливаю с помидоров воду. Заливаю банки кипящим томатом. Заливать нужно, что называется, под завязку, так как его количество потом немного уменьшится. И теперь плотно завинчиваю крышками. Упутываю, держу сутки, а затем убираю на хранение. Банки я обычно не переворачиваю, а вы делаете как привыкли. Посмотрите, какая получается красота! Густой томат и аппетитные помидорчики внутри. Кстати, если вы любите острое, добавьте сюда жгучего перца. А если хотите получить однородную заливку, пропустите томат через сито. Друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Есть-Поесть, а также обязательно пишите комментарии. А я желаю всем приятного аппетита, удачных заготовок на зиму! Увидимся в следующих видео!